Всем здравствуйте, меня зовут Тина Пандани. Теперь я хочу задать вам такой вопрос. Я не раз слышала эту фразу «меня задерживаю обидно». Откуда она появилась и в каких ситуациях ее лучше употреблять? Благодарю за ответ. Здравствуйте, уважаемые зрители. Существенным элементом картины мира любого народа, образующимся на стыке языка и культуры, становится фонд крылатых слов, устойчивых афористических выражений, пришедших из литературы, фольклора или истории и позволяющих носителю языка лаконично и красочно охарактеризовать ту или иную ситуацию. Насыщенность этого фонда не просто облегчает коммуникацию, но и позволяет общающимся ощутить свою принадлежность к единой культурной общности. Для русского языка источником множества крылатых слов стал кинематограф советской эпохи. К киноафоризмом относится и обсуждаемая нами сегодня фраза. В 1969 году режиссером Владимиром Мотылем был снят приключенческий фильм «Белое солнце пустыни», рассказывающий о гражданской войне в Средней Азии. Фильм сразу завоевал всенародную популярность, и я настоятельно рекомендую всем, кто интересуется русским языком и русской культурой, его посмотреть. О значении этого фильма для нашего национального сознания свидетельствует хотя бы тот факт, что именно его традиционно смотрят российские космонавты перед стартом, считая своим талисманом. Один из персонажей фильма – это царский таможенник Верещагин, бывший когда-то грозой контрабандистов, но теперь оказавшийся не у дел из-за развала империи и с тоской, наблюдающий за хаосом гражданской войны и разгулом преступности. В фильме звучит следующий диалог Верещагина и бандита Абдулы, собирающегося бежать за рубеж со своей шайкой и награбленными сокровищами. Верещагин, слышь, Абдула, не много ли товара взял? И все, поди, беспошлины. Абдула, так нет никого в таможне, кому платить неизвестно. Хочешь, мы заплатим золотом. Верещагин, ты меня знаешь, Абдула, я мзду не беру, мне за державу обидно. Сцена гибели Верещагина становится одним из самых пронзительных моментов фильма. А сам персонаж стал олицетворением воинской чести и верности долгу, а также символом таможенной службы. Фраза «мне за державу обидно» и ее более развернутый вариант «я мзду не беру, мне за державу обидно» стали крылатыми. Они употребляются в следующих ситуациях. Для выражения чувства огорчения по поводу творящихся в стране, в организации или в какой-либо сфере деятельности беспорядком. Для обозначения того, что говорящий ставит интересы дела выше своих личных интересов. Для выражения нетерпимости к взяточничеству и коррупции. Русский язык – великий, могучий и тесно связанный с великой русской культурой.